Никогда бы не подумала, что станет спасателем, признается Наталья Нарышкина. Рассказывает, тушить пожары человеческой души так же трудно, как бороться со стихией. Уже два года девушка работает психологом. За это время не раз выезжала с коллегами на места чрезвычайных происшествий. Непонаслышке знает, как действовать в экстренных ситуациях. Главное иметь хорошее самообладание, иметь мотивацию, безусловно. Мотивация к службе должна присутствовать. Не падать духом, не унывать. Ситуации бывают всякие, нужно уметь собраться. Спасатели принимают поздравления с днем пожарной службы. Бойцов чествует председатель горисполкома Александр Студнев. Небольшая речь, затем вручение наград. Одни получили грамоты и цветы, другие удостоверились медали и благодарности, третьи стали обладателями офицерских званий. Всегда восхищался и восхищаюсь вашим мужеством и храбростью. Потому что, нося погоны офицеров, вы понимаете, какая возложена на вас ответственность. И это очень важно, что вы относитесь к ней и к этой работе именно с пониманием. После официальной части спасатели устроили настоящее шоу. Ради этого представления на Гагарина собрались десятки гостей. Сперва прошла пожарная эстафета. Самым зрелищным стало уступление пожарных силачей. Они поднимали штангу, затем 25-килограммовую гантелю и, наконец, отписались на брусьях. Кроссвит выполняли на время. Зрители признаются, получили массу эмоций и лишний раз задумались, насколько важна работа спасателей. Ребята молодцы. Вот, все здорово. Спасает людей, спасает дома, которые горят. Деток тоже спасает. Ежегодно автопарк бобруських спасателей пополняется современной и мобильной техникой. Это позволяет успешно выполнять поставленные задачи – спасать жизни. Хотел бы поздравить всех спасателей города Бобруйска, Бобруйского района, всех своих коллег с наступающим праздником. Пожелать им счастья, здоровья. Также пожелать счастья и здоровья членам их семей, чтобы они всегда дождались своих спасателей, своих любимых домой. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.